Югра присоединилась к ежегодной международной просветительской акции «Литературный диктант», направленной на поддержку чтения и знания русского языка. В Когалыме, в Центральной городской библиотеке, собрались почитатели русской литературы, классической и современной. Сюжет моей коллеги Ильяны Сотник. Кто, если не библиотекари, знают наизусть всех литературных героев, авторов и произведения русской, классической и современной литературы? Но даже представители самой читающей профессии сегодня напрягали память как могли. Литературный диктант представляет из себя опрос, состоящий из 20 заданий с вариантами ответов. Мне было интересно проверить свои знания. Так как я человек, работающий в библиотеке, в принципе, было интересно, какие же вопросы нам могли подготовить организаторы и как мы сможем с ними справиться. Ну и хочется сказать, что вопросы, ну скажем так, были такие, не все легкие вопросы. Есть над чем подумать себе вообще, на будущее. Вопрос, который заставил меня задуматься, это о национальности писателя Артхео. Я почему-то всегда считала, что он ненец. Но потом вот подумала, что все-таки живет-то он на Чукотке, и там вот пишет. И думаю, вот все-таки я написала, что он Чукчи. Ну, вот вопрос у меня вызывал сомнение, и я вот долго над ним думала. Вообще мы с этим сталкиваемся, конечно, каждый день, это наша работа, но все равно, все равно. Ну, вопросы были интересные, да. Правда, немножко, ну, на мой взгляд, немножко сложноватые, но интересные. Международная просветительская акция собрала в Центральной городской библиотеке немало поклонников современной классической литературы. Проводится она второй год. В прошлом Мурманская областная научная библиотека организовала и провела первый литературный диктант, после чего он получил статус международного. Его написали три с половиной тысячи человек. Площадками стали более 130 учреждений России и зарубежья. А по результатам всероссийского конкурса регион признали самым читающим в стране. Цель вообще литературных акций, конечно же, во-первых, участникам проверить свои знания и получить какую-то независимую оценку. Вот, и, конечно же, это продвижение литературных знаний в наше время, да, в котором мы сейчас существуем. Вот, поэтому русская литература, классика, современные произведения, конечно же, нужно вообще проверять свои знания по этим направлениям. Результаты будут опубликованы на официальном сайте литературного диктанта через несколько дней. Участники получат сертификаты и дипломы.